Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Вот и настало время узнать о самых свежих новостях студенчества и новейших тенденциях образования и науки. Меня зовут Аделя Шамилова. Сегодня в выпуске. Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ впервые сформировала собственную стратегию развития. Ученые КФУ решают задачу повышения эффективности добычи нефти, что притягивает зарубежных ученых в Казанский федеральный. Подводя итоги уходящего года, наш университет традиционно объявил и чествовал лучших студентов, которые весь год достойно представляли Alma Mater на мероприятиях различного уровня. На ежегодном конкурсе студент года КФУ приняли участие те, кто не только хорошо учится, но и принимает активное участие в общественной, научной, спортивной и культурно-массовой жизни университета. Интрига близка к раскрытию. Кто стал студентом года КФУ 2017 и чем запомнится торжественная часть мероприятия, ты узнаешь в нашем следующем выпуске. 15 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась защита дорожной карты развития. Представленную стратегию заслужил ректор университета Ильшат Гафуров. 15 декабря в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состояла защита дорожной карты развития этого подразделения. Вашему подразделению мы передали практически вопросы координации всех средств информационных. Я слово массовый специально не употребил, потому что это информация о деятельности университета. Саму стратегию слушателям представил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский. Сегодня Высшая школа концентрирует свою деятельность на образовании по очной, заочной и вечерней форме. Здесь обучаются журналистики, медиакоммуникации и рекламе и связям с общественностью. Мы когда формировали стратегию, исходили из группы месседжев, которые сформулировали для себя. Это такие некоторые желания, некоторые основные посылы, которые можно реализовать, исходя из реальных потребностей, которые сегодня существуют на рынке. Они здесь представлены, на них останавливаться не буду. И отсюда была сформирована миссия как главная цель, но мы ее уточнили. Поставив себе все-таки главную цель создание на базе школы модели университета 4.0. С 2018 года подразделение хочет вести ряд образовательных программ, например, по кибераналитике, медиаменеджменту, социологии, медиографическому дизайну и фотодела, которые будут водиться совместно с другими институтами и высшими школами КФУ. Мы говорим о том, что мы должны быть конкурентоспособными, видимыми на международном рынке. И мне кажется, что, возможно, я ошибаюсь, мне кажется, что у нас есть реальная возможность совершить очень большой скачок здесь. У нас в университете реально есть возможность сделать такую программу научной журналистики магистрской. Более того, если нас открывать сейчас по собственной совете, возможно, и специальность сделать по аспирантуре. Вот это есть тот скачок, который отделит совершенно нас от других. Итогом многочасового обсуждения стало принятие дорожной карты высшей школы. Однако пока лишь в виде проекта. После доработки, которая обязательно должна включать уточнение сроков реализации поставленных задач, а также объемы запрашиваемого финансирования и ожидаемого дохода, документ будет окончательно принят. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете появилась новая лаборатория, аналогов которой нет в России. Чем она поможет нефть-газохимическому комплексу, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. В России нефть – это один из ключевых источников дохода. Да, благодаря территориям страны запасы черного золота можно считать крупнейшими в мире. Но перед нефтяниками рано или поздно встает вопрос – где бурить дальше? Где искать лучшие месторождения нефти, например, в Западной Сибири, в Восточной Сибири, но и также и в европейской части России. То есть вот сегодня очень много говорят о будущем российской нефти, как о баженовской нефти, о домоняковой нефти говорят. Это вот нефтематеринские такие толщи, в которых они очень богаты органическим веществом, но если, скажем, эти толщины нагреть, то в них образуется нефть. Нам нужно, например, сегодня знать, а где же, в каких местах пробуют эти скважины, чтобы получить лучшие дебиты. Добыча нефти – это не только очень тяжелый, но еще и дорогостоящий процесс. Для того, чтобы упростить этапы производства, а добычу сделать более дешевой, нефтяные компании государства активно инвестируют в университеты для получения инноваций. Вот буквально недавно мы выиграли тоже такой грант. Вот Михаил Михайлович Буслов, он приехал уже к нам. Мы с ним вот обходим лабораторию, его владение будущее. И мы намереваемся через три года, через трех лет, создать лабораторию в Казанском университете, которая будет заниматься фундаментальными и прикладными исследованиями в области изотопной геологии. Конкретнее это область, связанная с датированием горных пород, датированием объектов, датированием процессов геологических, значит, геологическом прошлом. Руководителем Евразийской геохронологической лаборатории Казанского университета станет опытный ученый Михаил Буслов. Задача лаборатории – это подготовка специалистов и научных кадров, а для достижения этих целей осталось не так уж и много. Довести до состояния, как называется, до промышленного состояния лабораторию, до закупить определенные приборы, обучить персонал, который курировал эти приборы – это первое. И второе – это решение тех научных задач, которые поставлены в рамках этого проекта. Можно с уверенностью сказать, что у данной лаборатории большое будущее, а какие результаты будут достигнуты – покажет только время. Алия Кашин, Лев Халиулин, Универньюз. Обучаться за границей абсолютно бесплатно намного реальнее, чем может показаться на первый взгляд. Масштабная программа «Глобальное образование» уже дала свои результаты. Окончив ведущие зарубежные вузы, молодые специалисты устраиваются работать в Казанский федеральный университет. С чем это связано, узнала наш корреспондент Анна Голзунова. Обучаться в лучших вузах мира можно совершенно бесплатно. Такую возможность магистрантам и аспирантам открывает программа «Глобальное образование». Это государственная программа финансирования обучения за границей для граждан России, поступивших в один из ведущих зарубежных университетов. Мы очень рады, что являемся партнерами проекта «Глобальные университеты», который призван повысить интернационализацию российского образования путем отправки и обучения наших студентов в лучших вузах мира. В сентябре 2016 года в Институт психологии и образования Казанского университета пришла работать первая выпускница этого проекта Дарья Ханалайнин. Я работала учителем пять лет и поняла, что готова двигаться дальше и, возможно, занимать какую-то управленческую должность. Поэтому я искала программу обучения в магистратуре по управлению в области образования. И такую программу Дарья нашла. В Лондонском королевском колледже по специальности управления образованием она окончила магистратуру. Получив образование в России и за рубежом, Дарья уже в полной мере может оценить разницу обучения. Вернувшись в Россию, Дарья успешно устроилась в Институт психологии и образования Казанского университета. Сейчас она работает в качестве разработчика, реализатора научно-исследовательских проектов. Просматривая какие-то варианты более конкретные, я поняла, что Казанский федеральный является таким явным лидером на рынке образования в России. В этом году к работе подключились и другие участницы проекта «Глобальное образование». Елена Семенова окончила магистратуру по направлению специальное образование Саундгемптонского университета. Когда я посмотрела критерии отбора, то есть критерии для поступления в университет, там было указано, конечно, идеальное знание английского языка на уровне IELTS 7 баллов. А Наталья Копылова обучалась в Бирмингемском университете в Англии по программе международного исследования в области образования. Я выбирала программу по тому принципу, чтобы она затрагивала международные аспекты. Работы в Казанском федеральном университете девушки довольны. Это удачный старт, очень перспективный для молодых сотрудников. Руководство нашего института и университета в целом прилагает усилия к развитию сотрудников и также предоставляет ресурсы для нашего саморазвития и для профессионального роста. В мае 2017 года, когда я только начала писать свою диссертацию, мне написали из Казанского федерального университета и предложили работать у них, то есть у нас здесь, научных сотрудников. Они на самом деле берутся за успешных, скажем, в данном случае, выпускников вузов. Они видят потенциальных работников, которые могут привнести свою лепту. 20 декабря в Москве представители Института психологии и образования Казанского университета примут участие в обсуждении итогов программы «Глобальное образование», которая пройдет при участии министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все на сегодня. Подписывайся на нас в социальных сетях и будь первым в курсе самых последних событий. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok